НАТО неожиданно появилось в Украине, а республиканцы предупредили Путина. Об этом и не только. Мы будем говорить просто сейчас. Я Ирина Узлова, со мной Юрий Рашкин, общественный и политический деятель из Соединенных Штатов Америки, а также депутат окружного собрания округа РОК в штате Висконсин. Юрий, здравствуйте, искренне рады вас видеть. Здравствуйте, Ирина. Приветствую ваших зрителей и слушателей и славу Украине. Героям нашим слава. Благодарим. Наши эксперты-международники уже прогнозируют, что когда начнется яркая, горячая предвыборная пора в Соединенных Штатах, то не надо огорчаться и расстраиваться, какие бы порой заявления мы бы не слышали с Вашингтона, с Белого дома. Но, тем не менее, пока я слышу такие заявления, которые меня радуют. Часть из них так точно. Лидер республиканцев в Сенате Мич МакКоннелл говорит, что поддержка Украины должна быть и в первую очередь она выгодна Соединенным Штатам Америки. Что, мол, некоторые политики вводят американский народ в заблуждение. И Мич МакКоннелл постарался объяснить, почему не стоит заблуждаться и почему, если не остановить Путина, то следующей его целью будет страна НАТО. Давайте мы кратко послушаем его заявление и обсудим. Мы стоим здесь против Китая, России, Северной Кореи и Ирана. Это уже говорит, что вы на правильной стороне. Во-вторых, мы не теряем ни одного американского военного. Украинцы сами воюют. Относительно нашего ВВП это действительно малая доля, которую мы придаем для этих усилий в Украине. Если Путин выиграет, следующей будет страна НАТО. И я думаю, что гораздо разумнее остановить это вторжение, вытолкнуть его. Единственные, кто готов участвовать в этом, это сами украинцы. Украинцы проявляют мужество и отвагу. И я думаю, что это вдохновляет остальной мир, который выбирает своих лидеров. Страны, которыми не управляют автократы. Когда мы отправляем оружие и боеприпасы в Украину, мы замещаем многие наши активы на более современное, передовое оборудование. Мы должны восстанавливать нашу промышленную базу и без войны в Украине из-за роста конкуренции со стороны России и Китая. Мне кажется, Миш Макконн весьма правильные аргументы подбирает Юрий. Они касаются и высоких материй, скажем так, экзистенциональных и также таких прагматических о том, что возможно наращивать военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов. О том, о чем мы с вами неоднократно, впрочем, говорили прав Макконн. И какие еще аргументы должны услышать сейчас американцы, дабы понять, что надо поддерживать Украину до победы? Это интересно, то, что Митч Макконн начинает заявлять такие вещи. Думаешь, может быть, во время его микроинсультов у него сердце заработало, и как-то он начал думать о других. Не знаю, но это прекрасно. Надеюсь, желаю ему хорошего здоровья и долгих лет, потому что, ну, понятно, потому что он говорит вещи, которые, ну, я не могу с ними не согласиться. Единственное, что надо понимать, что все-таки мне приходится переводить это на, как бы, потому что он гнилой циник. Митч Макконн известен тем, что он гнилой циник. Он задержал кандидатуру в Верховный суд президента, когда мог, и когда ему сказали, если бы была, как бы, у вас такая же ситуация, он, так сказать, без вопроса говорит, мы бы сделали по-другому. То есть, ну, видно, что человек просто в открытую лицемерит, и это его абсолютно не волнует никогда. И когда он нам начинает объяснять, почему нам нужно поддерживать Украину, я это смотрю с его точки зрения и думаю, мне как-то даже неудобно, потому что он, ну, аргументы у него как-то, знаете, вот мы как дешево отделались от Путина. Думаю, ах ты, сын, как бы, конечно, да, дешево, но это ж какой аморальный аргумент. Потому что после этого и начинается еще, так сказать, ну, это, знаете, сколько нужно потратить для того, чтобы Украина победила. Украине нужно победить. Какой вопрос о том, сколько нужно потратить. Ну, хорошо, он как гнилой циник говорит, давайте, это очень дешево. После этого он, даже изначально, он говорит про Китай. Это очень-очень важно, потому что сейчас в Вашингтоне, когда обсуждается и бюджет, и военный бюджет, и помощь Украине, мы все чаще слышим голоса о том, что это является не просто противостоянием. Да, вы знаете, есть Россия, но есть еще и Китай, и это очень важно для нашей национальной обороны. Но мы как бы перешли к следующему уровню, когда нам все чаще говорят, что война, которую мы видим в Украине, это на самом деле война Китая, что Россия здесь просто как бы, ну, как кукла Китая, которая выполняет действия Китая, и таким образом это является уже противостоянием Китаю, когда мы противостоим России, и как бы вот такое слитие в одно единое. Что очень интересно слышать от Митча Макконнелла, и опять же, когда мы смотрим на баланс силы и власти на данном моменте в Соединенных Штатах и поддержку Украины, мы видим, что президент Байден за помощью Украине, более того, поддержка увеличивается. Мы видим, что и Митч Макконнелл, глава республиканцев в Сенате, и Чак Шумер, глава демократов в Сенате, оба за Украину, и они как бы провели Зеленского плечом к плечу, когда он приехал в Капитолий. И в Палате представителей у нас есть меньшинство, которое возглавляет конгрессмен Джеффрис, и которое поддерживает Украину, он принимал Зеленского. И есть вот республиканское большинство, которое тоже на самом деле за Украину, но вот за исключением этих мага-республиканцев, которые, не надо забывать, что мага и Трамп – это одно целое. Мага – это его лозунг. Поэтому это его люди, которые активно противостоят и любой помощи Украине, и Зеленскому, и нашему бюджету, и всему на свете. Поэтому Митч Макконнелл – это сказать, что это голос здравого смысла. Ну, просто я рад, я очень рад, что мы все дожили до того момента, когда я могу похвалить Митча Макконнелла. Ну, вот видите, разница между внешней политикой в каком-то смысле и внутренней политикой. Так что, гоу, Митч! Юрий, а скажите, пожалуйста, его вот эти месседжи, они больше адресованы все-таки политикому или американскому народу? И все ли услышат, до кого он пытался достучаться своим новым добрым сердцем? Знаете, это всегда интересно, для кого делается любой посыл, потому что, я не знаю, когда Трамп это делает, он, надеется, его услышит в Кремле. А когда делает Митч Макконнелл, для каких своих доноров, для каких своих спонсоров, так сказать, он делает свои заявления? Потому что он гнилой циник, он не делает их для народа Кентукки, он даже не делает их для народа Соединенных Штатов. У него, конечно, есть своя публика, которой он пытается объяснить и заявляет со всей своей серьезностью, почему это важно. И как бы использует свой политический капитал, чтобы выстоять определенную позицию, которая отражается от, ну, лидирующего кандидата в президент адресу американской партии. Поэтому это очень сильное заявление, которое говорит о его воле как о политике, заявляет о его лидерстве. И делается это, в основном, мне кажется, для тех, кто может поддержать его, поддерживает его или поддерживает других сенаторов. Потому что деньги в американской политике имеют, конечно, гигантское значение. И посмотрим, возможно, это посыл тем сенаторам, конгрессменам, которые думают, вот кто с нами, кто против нас. И когда они видят, что Митч Макконнелл за помощь Украине, это дает им определенную поддержку во встрече со своими избирателями. Ну, нельзя сказать, чтобы Митч Макконнелла трамписты давно любили, они его ненавидят. Поэтому, как бы, он тут не пытается себе привлечь голоса трампистов. Он просто говорит, что сила в стране, так сказать, ситуация в стране такая, что нужно поддерживать. И ситуация в мире такая, что нужно поддерживать. Вообще, это еще, кстати, говорит определенный эйджизм, потому что мы видим, что пожилые люди более здраво рассматривают ситуацию часто, чем молодые. Потому что вот этот опыт, вот эти знания, нежелание, чтобы война наступала, нежелание, чтобы закрывалось государство, нежелание, чтобы мы не платили по нашим обязательствам. Вот это все, потому что за это есть последствия, которые молодые политики, возможно, не учитывают, не думают об этом. А пожилые политики, и Митч Макконнелл, и Джо Байден, как-то тут показывают свой опыт, и возраст, и здравый разум. Юрий, раз уж мы о циниках говорим, спрошу тоже немного цинично. Насколько опасен риск шатдауна, и будут ли деньги для Украины? Риск шатдауна очень велик, и деньги для Украины будут. То, что пока что заявил адмирал Керби, это то, что на несколько недель нам хватит, а там будем разбираться. Мы видим, что Сенат срочно приготовил проект, по которому хотя бы несколько миллиардов будет уже передано Украине, хотя бы на 45 дней. Это важно, но это не про Украину, это про Соединенные Штаты. Мы не в состоянии договориться про собственный бюджет. Поэтому, с одной стороны, как демократ, можно как-то наблюдать за этим цирком и говорить, вау, ну, знаете, ничего себе, клоуны, как они себя ведут, ничего себе. Надеюсь, что избиратели их накажут, как и полагаются на выборах. Но, с другой стороны, это наша страна, это наше государство. Люди должны получать зарплату, люди будут ожидать зарплату. Если, опять же, от этого пострадают пенсионеры, если они не получат какие-то пенсии, потому что тут нужно будет очень быстро лавировать, чтобы определенные затраты все равно производились. Потому что, не дай бог, они задержат пенсии для людей. Это потому что пенсионеры голосуют. Опять же, пожилые люди, такая сила, такая власть. Но поддержка Украине будет продолжаться. В любом случае, даже если государство закроется, потому что надежда, по крайней мере, на то, что в течение какого-то времени, нескольких недель, им придется понять, что у них нет выбора. Им нужно голосовать и за бюджет страны, и за поддержку Украины, и за военный бюджет. Что им надо это делать. Знаете, вот у меня, как у избранного лица, люди говорят, а что делает депутат, что делает в горсовете? Очень мало, что обязательно нужно делать. Но главное, это нужно голосовать за ежегодный бюджет. Вот потому что это главная задача избранного лица, чтобы поддержать, чтобы организация могла функционировать. И наши сейчас конгрессмены, которые призывают к этому закрытию государства, ну, во-первых, они не выполняют свою роль, а другие не могут выполнить свою роль и свою задачу, и за Кевана Маккарти. Вот один человек решил разыграть такую греческую трагедию, когда с одной стороны есть мир, есть страна, а с другой стороны есть хорошая возможность, что он потеряет работу. И не то, чтобы его из Конгресса выперли, просто вот эту позицию он может потерять. Для него это имеет гигантское значение. Но помощь Украине сейчас слишком важна, и она будет продолжаться, и, как мы видим, она даже увеличивается. Интересно, будет ли она продолжаться, если вдруг так случится? А когда я смотрю или слышу, по крайней мере, те рейтинги, которые анализируют наши эксперты, это вполне вероятно придет в власти снова Дональд Трамп? О, я думаю, что, знаете, сейчас мы наблюдаем марафонскую гонку, и мы видим, кто лидирует после пятого километра. Это интересно, но это не обязательно говорит о том, кто придет первым к финишу. И сейчас, да, если бы сейчас все остановилось, и Дональд Трамп про него сейчас очень много говорят. Но это ужасно плохие новости. Он получает, поскольку на него как бы набрасываются все эти, так сказать, прокуроры набрасывают разные обвинения, у него постоянно слушание в судах, никогда не знаешь, откуда получишь, так сказать, рану болезненную. И сейчас он получил ее в Нью-Йоркском суде, где ему сказали, что он мошенник, он потерял право заправлять своими, своей организацией, его будут, так сказать, назначены судом человек, который будет заправлять этой Трампа организацией, раздавать ее, потому что там настолько вероятно нарушение закона. Вопрос только в том, если, вот как именно наказать за это. Это другая, конечно, важная функция, но не так, как доказание преступлений. Это уже было, видимо, сделано. Потому что Трамп делал заявление, типа того, что у него 30 тысяч квадратных футов квартира, а вместо этого 10 тысяч. Это, знаете, не напутался, это ложь. Это просто наглая ложь. И поэтому у него вот такие будут последствия. Но при этом выборы, до выборов еще жить и жить. И, знаете, если бы была полная уверенность, что Трамп сейчас будет как бы все решено, то я не думаю, мы бы видели всех этих людей, которые вот решили от республиканской партии выйти и заявить о себе как кандидаты в президенты. Нужно быть определенным родом безумцем, чтобы заниматься политикой, потому что это гэмблинг, это ставки, это непредсказуемый результат. Нужно верить в себя каким-то образом, что какие-то люди за тебя проголосуют. То есть политики, в принципе, у них такое завышенное слегка эго, чем у среднего человека. Но нужно быть полным, чтобы бороться за это и быть абсолютно уверенным, что Трамп все равно все победит, как вроде бы, так сказать, специалисты, политэксперты говорят. Поэтому есть какая-то надежда у этих людей, что у прокурора что-то получится. И мы видим, что ранние опросы населения в штате, как Айова, ранний штат, очень важный штат, говорят, что уже много республиканцев, 70% республиканцев согласны подумать о другом кандидате, кроме Трампа. То есть это очень интересно. Знаете, если это культ и секта, то что это значит, я могу подумать о другом боге? Нет, у вас как это тут не выбирают. Поэтому если мы видим такие брожения в стане Трампа, то это говорит о том, что за время он может очень серьезно пошатнуться и, мне кажется, начать падать в популярности. Непонятно, что делать тут другим кандидатам, потому что их все равно слишком много. Их слишком много сейчас. Им нужно срочно кому-то выходить из гонки, понимать, что не только тут важно оказаться на сцене и покрасоваться. Но если мы здесь серьезно для того, чтобы победить Дональда Трампа, то нужно разбираться. Потому что есть Ники Хейли, которая действительно является альтернативой Трампу в республиканском стане. Но есть пара других кандидатов, которым, возможно, нужно подумать о том, чтобы покинуть сцену, ну, начиная с Вивика Ромасвами. Ну, как будто это существо будет, этот человек будет заинтересован в том, чтобы покинуть сцену. Он просто говорит, что нам нужно срочно спасать Владимира Путина, а то он попал в объятие ужасного Китая. Тут ему Ники Хейли говорит, а ты чего тогда на ТикТок поперся, если ты так Китая боишься. И вообще, говорит, каждый раз, когда я тебя слушаю, у меня ощущение, что я тупею слегка. Так что у него были очень хорошие моменты на дебатах, и противостояние есть, все это как-то крутится. А там посмотрим, что произойдет с прокурором, потому что Трамп сам начинает рассуждать, что может произойти, если он окажется в заключении. Вот он неожиданно потерял свои компании в Нью-Йорке. Это башня, как бы теперь, ну, не его. Ну, там все равно кондоминиумы, которые все были проданы русским олигархам. Но вот как бы как заработал Трамп. Вот он так и заработал. А теперь компанию менеджментовскую Трампа у него забрали. Что он будет делать, несчастный Трамп? Он будет избираться. В этом, кстати, единственное, что может быть уверенным. В тюрьме, не в тюрьме. Он будет избираться. Другого выхода у него нет. Поэтому, если он сейчас выглядит хорошо, так это просто потому, что там такой пожар, в этом мусорном баке сейчас такой пожар, а выборов еще долго-долго, что давайте посмотрим на пожар. Да, вот это очень горит. Будем наблюдать. Гасить не будем, будем обсуждать. Юрий, Иран, возможно, с 18 октября будет поставлять России не только дроны, которые летят на наши головы каждую ночь, а и баллистические ракеты. Ну, по крайней мере, риск такой существует, потому что именно 18 декабря истекает срок действия соответствующих ограничений, которые были предусмотрены резолюцией ООН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня после встречи с Гинстеком НАТО Генстом Столтенбергом говорит, что у нас нет доказательств того, что это происходит сейчас, но соответствующие службы работают и наблюдают за этим процессом, какие риски в этом заключаются. Ким Чен Ын говорит, что США – это самая большая угроза вообще человечества и безопасности, и поэтому он будет заключать союзы с теми, кто борется с гегемонией Соединенных Штатов, видимо, имея в виду, конечно же, Россию. Путин попрется там в Китай. Если мы говорим, что Путин и Россия – это кукла Китая, то скажите, пожалуйста, за ниточки этого всего такого альянса зла тоже дергает сейчас Пекин? Ну, с точки зрения тех, кто пытается выбить новый бюджет для Пентагона, да, абсолютно Пекин дергает за все ниточки здесь, поэтому мы боремся с Китаем, а это намного более серьезная проблема, чем Россия. И, конечно, Северная Корея мы знаем на содержании у Китая тоже, и сейчас это такой солнечный момент для этой странной страны Северной Кореи, где вот теперь наконец кто-то потребовал, выяснилось, что они нужны кому-то, их оружие кому-то нужно. Возможно, несмотря на слухи о том, что севернокорейцы разбегутся, если их выпустить из Северной Кореи, возможно, Северная Корея даже решится поставлять какие-то свои пушечные мяса. Но это, знаете, все равно будет рабская армия, просто, может быть, рабы из другой страны, но это все равно рабская армия. А вооружение – это опасно, это говорит о том, что война имеет способы затянуться, и поэтому нужно ускорить процесс с помощью Украины, чтобы война закончилась быстрее. Северной Кореи тоже являются угрозой, потому что они ведь хотят в космос выбраться, они хотят найти способ дострельнуть до Японии, до Соединенных Штатов особенно хотелось бы им. Это нам не нравится, поэтому когда Япония сотрудничает с Россией, когда Северная Корея сотрудничает с Россией по поводу оружия такого, то Соединенные Штаты нас это очень беспокоит. Поэтому тут есть много уровней обеспокоенности, и, конечно, это можно всегда быть уверенным в том, что тут есть всегда провал Путина, потому что посмотреть, до чего он допрыгался, он уже, значит, у него своего не хватает, раз он Северной Кореи. Нам же рассказывали, какая хваленая российская оборонка сейчас начнет такое-сякое, а так чего тогда Северный Кореец отскрытить? Мы же нам всегда говорили, что там бедные и голодающие севернокорейцы, они, оказывается, у них успешное военное оборудование, которое нужно России... В общем, это крах системы и позор, потому что для всех тех, кто так долго думал, что, знаете, по крайней мере, Россия не Северная Корея, ну вот они все ближе и ближе. Даже позор полный, у них снаряды несколько десятков пустые, без тротила внутри и не взрываются, то, собственно, что уж тут говорить. В связи с этим у меня следующий тогда вопрос, если все понимают, что стоит за всем этим Китай, неужели как-то нельзя надавить на Китай со стороны Соединенных Штатов, со стороны Европейского Союза, потому что мы видим, что там больше ездят в Китай, как раз и представители Еврокомиссии, договариваться и о торговых связях. Неужели в таких вопросах торговля важнее вопросов безопасности, ведь риски, мы так смотрим, со стороны стран диктаторских или-то уже авторитарных режимов, они просто возрастают? Просто экономические способы взаимоотношений между государствами, мне кажется, намного более выигрышные для всех участников, чем война. И то, что сейчас Китай пытается использовать свою экономическую силу для распространения своего влияния по всему миру, это все равно лучше, чем то, что делает Владимир Путин, потому что это означает, что, по крайней мере, люди не погибают в таких количествах, и это пока что еще, ну, можно сказать, затрагивает территориальную, ну, суверенитет уж в странах точно, если не территориальную целостность, но, по крайней мере, суверенитет. Но то, что Соединенные Штаты сейчас серьезно пытаются противостоять Китаю и законопроект ЧИПС, который был проведен в администрации Байдена, за который, если я не ошибаюсь, как обычно ни один республиканец не проголосовал, который должен привезти все эти заводы и науку обратно к нам в Соединенные Штаты и помочь нам соревноваться с Китаем. И вложения, которые Байден сделал в развивающиеся страны, когда он приехал на G20, там, с 200 миллиардов долларов коврижек, чтобы противостоять Китаю. Это все, как бы, все это происходит. И, конечно, Китаю тут же говорят, это не про вас, это не про вас, мы просто развиваем свою собственную политику, у нас тоже есть право здесь быть. Но Китай понимает, что это про них, и тут, как бы, ну, в общем-то, да, действительно, просто лучше противостоять им экономическим и дипломатическим способам, чем делать это, как делает варвар в России. А, Юрий, идем дальше. Мы знаем, что пока Трамп называет Марка Милли просто-таки предателем и обвиняет во всех грехах, это у него такой стиль, что ли, ну, недолго уже переживать Трампу, потому что с 1 октября армию Соединенных Штатов возглавит профессиональный пилот F-16, командующий американскими воздушными войсками, Чарльз Браун будет вместо Марка Милли. Что надо понимать об этой ротации, насколько это повлияет на предоставление помощи, на советы, которые нам будут надаваться, потому что мы знаем, что Марк Милли практически был в таких весьма теплых, дружественных отношениях с Валерием Залужным, главнокомандующим вооруженными силами Украины. Какие перспективы и как вы видите, как будет развиваться наш вектор сотрудничества? Это очень интересный момент, который много говорит и об истории Соединенных Штатов, и о политике Соединенных Штатов, потому что, во-первых, генерал Милли был назначен президентом Трампом, который выбирал со себе чиновников, которых как будто он их снимал в голливудском фильме. И с его точки зрения генерал Марк Милли выглядел как военный генерал, поэтому это ему очень импонировало в решении назначить его начальнику Объединенного комитета начальников штабов. Но после этого выяснилось, что Марк Милли, несмотря на свою такую, как бы, голливудскую внешность, оказался, что он историк, который был образован в Принстоне, который уважает Конституцию. И когда выяснилось, что сейчас обсуждается в интервью, что Марк Милли связался с Китаем и сказал, «Мы не собираемся с вами начинать войну, у нас сейчас политические дела, но это не связано с Китаем, и у нас тут не будет никакой войны с Китаем». Это очень... Потому что у нас был, ну, представляете, было 6 января. И это настолько, оказывается, взбесило Трампа, что он теперь говорит, что генерала Милли нужно казнить, то ли поверьте расстрелять, но помню-ка, что он там Трамп предлагал, у него всегда какие-то идеи по этому поводу. Поэтому он, ну, как бы чувствует, что его милого, самого Дональда Трампа, или Дональда Дака, как его назвал в дебатах Крис Кристи, потому что Дак означает как бы увильнуть и утка, и что вот Дональда, который вот увиливает. И Дональд Трамп, и Дональд Дак. Напомните мне, поверните меня на секунду обратно. Да, мы вот говорим о том, что он вроде бы назначал и руководствуясь, как будто бы, да, выбирая кандидата в каком-нибудь фильме. А потом вот так. Своих не бросаем, но нет, бросаем. Да, Марк Милли, он должен, Марк Милли должен был по долгу, по обязан, по работе, как сказать, по сроку службы должен был уйти, и он уходит. Так что тут все как полагается. Но он очень не понравился Трампу. Окей, хорошо, до свидания, Марк Милли, теперь он может быть замечательным дедушкой со своими внуками, генерал на пенсии, это прекрасно. Появляется Чарльз Кью Браун, который выражает политику другую, потому что у Байдена политика, чтобы его администрация выглядела как Америка. Это совсем другой подход, чем сравнить его с Голливудом. Интересно, да. Поэтому он назначил на эту позицию Чарльза Кью Брауна, который возглавлял ВВС США, и сейчас, значит, перешел на эту позицию. Для него, для генерала Брауна быть черным пилотом в Соединенных Штатах, это очень большой вызов. Он должен был всегда соревноваться в каждой комнате, в каждой ситуации. Он должен был быть в лучшем из лучших, чтобы выстоять вот в такой, ну, неправомерной ситуации, несправедливый, но представьте себе, что вы вот единственный. Плюс он, значит, специалист, пилот по Тихоокеанскому региону, опять же, Китай. Но мне кажется, что главное качество генерала Брауна, это, во-первых, его, как сказать, тоже его человечность, такого типа качества, но он достаточно холодный, мне кажется, профессионал. И вот тут я просто надеюсь, что, возможно, он даже может быть как бы менее теплый человек, чем генерал Милли. Не знаю. Но это отношения, которые на личном уровне не так важны, потому что на профессиональном уровне генерал Браун будет выполнять миссию президента, он будет давать ему лучший военный совет, он будет работать с другими начальниками штабов, и это будет высокий профессионал, который, если его в чем-то и обвинят, это в недостаточной лояльности, потому что это всегда, знаете, найти хорошего человека или профессионала. У нас здесь будет профессионал. Возможно, президент будет им даже в какой-то момент недоволен, если он что-то там порекомендует, как сказать. Просто вот это человек, который будет выражать свое профессиональное мнение, решение будет принимать президент. И я думаю, что для Украины это хорошо, это хорошо для нашего противостояния Китаю. И сейчас мы видим, что, например, те реформы, которые требуются от Украины, посылаются пока что, например, на политическом уровне. Мы не видим, или, может быть, пока что не видим, список реформ, которые могут быть востребованы или уже не востребованы. Вот просто мне интересно, от армии, чтобы вот генерал Браун, например, работает за Лужным, Украине нужно вступать в НАТО. Мы видим, что Украине нужно принимать определенные законопроекты, чтобы вступить в Европейские союзы, в НАТО. Возможно ли, возможно, генерал Браун примет участие в помощи переформатирования украинской армии. Но главное, что он будет выполнять требования и продолжать политику президента Байдена. Раз уж мы о реформах вспомнили, просто-таки целую неделю обсуждаем вот этот план приоритетных реформ, который появился в медиа, который есть как будто бы рекомендациями от Белого дома Украине. Ну там, честно говоря, рекомендации хорошие. Не так больше нам на руку играют и судебные реформы, и коррупционные органы работы. Все такое актуальное, собственно говоря. Но, тем не менее, разделились мнения аналитиков. Некоторые говорят, что такое последнее американское предупреждение. Другие более спокойные и толеранты к этому говорят. Ну, мол, это просто-таки домашние рекомендации. В то же время в самом Белом доме не названы и чиновники. Но говорят, что никоим образом этот план на уровень поддержки и военных поставок не повлияет. Что мы должны понимать об этих рекомендациях? Ну, еще и выходят они, конечно, на фоне того, что мы видим появление Пани Бритскера у нас в Украине, которое будет контролировать восстановление. Видим офис, который мы в прошлый раз с вами обсуждали о контроле вооружения. Именно это просто совет или все-таки такая нотка присматривания старшего брата? Мне кажется, что вот эти рекомендации нужно воспринимать очень-очень серьезно. И работать над тем, чтобы принять либо эти законопроекты, либо законопроекты, которые очень близко напоминают те законопроекты, которые присланы союзниками. Потому что это важно для того, чтобы Украина была интегрирована в западный мир. Это часть победы за будущее, которая должна произойти. Конечно, законы нужно выполнять, просто принять их недостаточно, но нужно их принять для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы была прозрачность и для того, чтобы была ответственность. Для того, чтобы соблюдать закон, нужно его иметь. И прозрачность – это очень важная часть, в принципе, в государстве. Меня когда избрали, я помню, я нашел книгу, мне было очень интересно подготовиться, что делать. И там была первая глава, где было сказано «Вы теперь живете в аквариуме». И вот поздравляю вас, вы раньше были в бизнесе, это было что-то, возможно, другое. Но вот теперь вас избрали, вы теперь в аквариуме. Это просто часть политики, которую, видимо, можно проследить раз за разом в этих рекомендациях. Настойчиво рекомендуется. Это, конечно, в интересах всех. Это, естественно, не в интересах Кремля, потому что чем больше непонятностей, скрытости, неизвестности, чем больше можно придумать конспирологических теорий, чем можно обвинить людей. А если видно, где деньги потрачены, если видно, кто что сделал, как был принят процесс, как все это прошло, то люди поддерживают это. Люди понимают, что это тогда как бы часть процесса, и они в этом участвуют. Они являются владельцами этого государства. Государство, каждый, так сказать, голосует и так далее, и по списку. Но, с другой стороны, нужно просто учитывать, что это, конечно же, как было сказано, рекомендации для обсуждения, основы для обсуждений, для консультаций. То есть это не такая ситуация, когда вы приходите, и вы либо подписываете, и вы либо не подписываете. Там есть, видимо, какие-то места, где можно вставить разные вещи. Знаете, вот такие пробелы. И вот, видимо, в этих пробелах, в этих параметрах, рекомендуется принять какие-то параметры, которые могут быть очень важными параметрами. Но мне кажется, что это вот такого типа сейчас дается уровень контроля Украине. Меня что поражает, Ирина? То, что вот вы абсолютно правы, это обсуждается уже несколько дней. Во-первых, я рад, что это обсуждается. А во-вторых, меня поражает реакция украинцев у меня на канале, на других каналах. То, что это воспринимается очень позитивно. Я как-то даже не ожидал, скажу вам честно, поскольку я с Украиной не знаком, что в стране представят список из другой страны, и люди в этой стране скажут, ну, наконец-то кто-то нами заинтересовался. Кто-то вот, наконец, тут наведет порядок. Это очень интересно наблюдать из Соединенных Штатов, я вам скажу честно. Но, тем не менее, если это воспринимается так хорошо, ну, замечательно. Потому что Соединенные Штаты, понимаете, ведь можно военным образом свое влияние доказывать, как Путин это пытается делать. Можно экономическим, как это делает Китай. Но можно это еще и делать вот легальным, юридическим, распространяя не только, знаете, наши танки и пулеметы, а законы. Потому что законы дают возможность людям Украины решать свои собственные проблемы в пределах Украины. Ну, что, надеюсь, является примером тогда еще и для россиян. Смотрите, вот страна работает по правилам, это возможно. Даже, возможно, на русском языке в какой-то части, так сказать, для тех, кто хочет говорить на этом языке, но это особая тема. Но Украина все равно является примером. Поэтому борьба с коррупцией, это невероятно важно. И я рад, что администрация этим занимается. И я рад, что это пока что воспринимается достаточно позитивно, по крайней мере, ну, простым населением, простыми зрителями Ютуба. Возможно, я ошибаюсь, и все абсолютно против этого. Но этот разговор, который нужно иметь, и я рад, что мы о нем говорим, и я рад, что Украина, как бы, есть понимание того, что это важная часть общего процесса. Это не остановит помощь Украине в том смысле, что, да, если выяснится, что Украина не в состоянии ничего принять из этого списка, что политики тормозят все на свете, и это доказывает тогда, видимо, насколько коррумпированная страна Украина. Как бы тогда враги Украины получают замечательные аргументы, и как бы Украина сама доказывает, что не в состоянии страна работать практически как республиканская партия. Ну, не надо, я не хочу никого так оскорблять. Но если Украина сможет принять эти законы или что-то очень близкое к этим рекомендациям, то это покажет, что это страна, которая реально заинтересована в интеграции с Европейским Союзом и НАТО, которая не просто говорит, как бы, пришлите сюда вертолет и спасите меня, а страна, которая выполняет требования для того, чтобы вступить в организацию, к которой она заявляет, она хочет вступить. Тут, мне кажется, все достаточно резонно, не хотите, не вступайте. Ну, если вы считаете, что это важно, пожалуйста, следуйте правилам. Да, как и все в этой жизни. Ну, иногда со стороны совет тоже может понадобиться, и со стороны может быть виднее. Поэтому принимаем что-то не ультиматум, а советы, ну и работаем в тех направлениях, в которых и нам кажется целесообразно, и с учетом подсказок, если они будут релевантны нашим реалиям. Юрий, на окончании нашего разговора, не так много времени у нас остается, но все же 28 сентября, день визитов, таки просто был в Украине, и новый министр обороны Великобритании к нам приехал. Также с визитом не забыл, не применил прибыть министр обороны Франции. Да, и потом, как выяснилось, второй раз за время полномасштабного вторжения агент Сегната, агент Стоттенберг, тоже, тоже к нам приехал. И это все, знаете, вместе вызвало целую панику такую у российских пропагандистов. Они, наверное, понимают, Юрий, что не только лишь они готовы заявлять, да и вести долгую войну, они понимают, что мир тоже готов к этому вызову, объединяется вокруг Украины и переходит на военные рейки в плане вооружений, в плане моральной готовности противостоять России долга. Знаете, какой интересный мир, в котором мы живем, когда военный не выглядит настоящим военным, пока он не окажется в одной комнате с Зеленским, как бы, вот теперь Зеленский дает такое, как бы, так сказать, он делает военных реальными военными, потому что Украина, потому что война, невероятный мир. Запад будет поддерживать Украину, у Запада нет выбора, потому что мы понимаем, что если не Украина, то Путин будет идти дальше, у него просто вот это его задача, и поэтому все те беседы по поводу переговоров туда, переговоров сюда, это, ну, мы видим, к сожалению, не имеет оснований, потому что, по крайней мере, Путин продолжает двигаться вперед, продолжает сжать на это, так сказать, пушечное мясо. Это, как бы, народ не сопротивляется в России, и он политику не меняет. Это, в принципе, нормально для диктатора, потому что нет, ну, механизмов сдержки. Поэтому, как его остановить до того момента, когда Запад придет к пониманию того, что нужно стрелять по, ну, как бы, бомбить территорию России и Москвы, тут можно, как бы, только выразить надежду на то, что вот сейчас было объявление, когда президент Зеленский вернулся из США, что будет построено, разработано военно-промышленное производство совместное Соединенных Штатов и Украины в Украине. И я надеюсь, что, возможно, это будет тем оружием, которое будет полностью достаточно украинским, чтобы союзники Украины считали спокойным стрелять, использовать это оружие везде, где нужно, на российской территории. Так сказать, это еще один из вариантов такого очень неплохого будущего. Нравятся мне эти не только лишь варианты развития событий, Юрий, как и наш разговор. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Увидимся через неделю, надеюсь. Всего доброго. Спасибо вам. Это был Юрий Рашкин, друзья, общественный и политический деятель прямо из Соединенных Штатов Америки. С ним была я, Ирина Узлова. Спасибо, что вместе с нами вы тоже провели это время. Надеюсь, не зря. Напишите, пожалуйста, откуда вы нас смотрите, комментарии свои к обсуждаемым нами темам. А также поставьте лайк этой трансляции и на Рашкин Репорт в Ютубе тоже подписывайтесь. Там интересное интервью. Берегите себя, верьте вооруженной силе Украины и приходите к нам еще. Продолжение следует...